Приветствую вас в недобрый час, мои уважаемые слушатели, в России, на Украине, в Белоруссии, в Казахстане и, что удивительно, на четвертом месте Германии. Ну вот мы вернулись в субботу, интересно, что по дороге в аэропорт мы увидели митинг на Патонге, там-то каким боком, вот, ну как я понимаю, в поддержку Украины или против войны, не знаю, но в общем даже там. Перед отъездом выложил видашку о телефильмах, о сериалах Банды и Рейдонова, так даже там в комментариях все пересрались. И вы понимаете, я же не военный, не экономист, не политик. Ну, тем не менее, пожелания, просьбы, требования, сказать свое мнение, высказать свое мнение о происходящем, ну, просто уже зашкаливает. Выскажу, кому не понравится, не обессудьте, предупреждаю сразу же, что ваше несогласие, выраженное матом, я пропускать не буду, его и Ютуб не пропускает чаще всего. Прежде всего, хочу сказать, что как бы критично я не относился, мягко выражаясь, к руководству России, конечно, я остаюсь вместе со своей стороной и на стороне своей страны, несмотря ни на что. Что меня обескуражило, что меня поразило? Меня поразило раскол нашего общества и единый фронт общественного мнения на Украине. Честно говоря, когда я так в роли пикейного жилета представлял конфликт с Украиной, я был уверен, что там одна треть перейдет на нашу сторону, одна треть разбежится, ну и одна треть там этих западенцев останется. Ничего подобного не происходит. За более чем неделю военных действий взят только один крупный город, Херсон. Ни о каких воинских, крупных воинских соединений, перешедших на нашу сторону, как это было в 14-м году, нет никакой информации, стало быть, и нет таких переходов. Где наши люди в Одессе? Где наши люди в Харькове? И там, и там, насколько я понимаю, там в 14-м, в 15-м годах были сильные ячейки сопротивления. Сейчас ничего подобного нет, и это колоссальный провал соответствующих служб. Ну, конечно, когда им заниматься подготовкой сторонников России в русских городах, когда надо студентов протестующих по стране вылавливать, оппозиционные паблики закрывать, ну и так далее. Что еще меня поразило? Люди, которые были, которые симпатии относились к России, и я не так давно, мы с ребятами о них говорили, Александр Усик, Василий Ломаченко. Вот я смотрю постоянно Федоровича, который издевается над лже-сенсеями. Вот, по меньшей мере, двух из названных я увидел с автоматами, которые, ну, хорошо, если они типа самооборона, там, против мародеров и так далее, но по высказываниям Александра Усика, по-прежнему глубоко мною уважаемого, он говорит о сопротивлении российской агрессии. И это удручает. Это опять соответствующий провал наших ведомств. Есть потрясающий человек, Игорь Вовчанин в Харькове. Человек, который для меня стоит на одном уровне с Федей Емельяненко, если не круче. Где он? На чьей он стороне? Ведь Харьков, именно в Харькове родилась организация «Оплот», откуда, допустим, вышел Александр Захарченко, один из первых руководителей ДНР. Где этот «Оплот» сейчас? Вы понимаете причины? Вот вы погнали... А, ну сначала я хочу спросить у этих спортсменов. Конечно, Украина не может быть нацистской страной. У вас президент еврей. Какая нацистская страна? Но им слишком много у вас позволяют. Вы помните, как сожгли людей в Одессе? И не только сожгли 50 человек, но и добивали раненых. Как их в кучу сваливали. Вы помните, как каждого 9 мая эта подлая свора срывает георгиевские ленточки у ветеранов, у стариков, которые помнят войну? Вы смотрели видео с такой отвратной бабой, как Фарион? Ну, Фарион, наверное, не показатель. Такие твари у каждого народа есть. Такая она, двоюродная сестра нашего Жирика. Но вот, уважаемые спортсмены, я о мании величия не страдаю. Ни Васила Маченко, ни Александр Усик мои видашки не смотрят и не подозревают о моем существовании. Может быть, Федорович смотрит. Вот, Федорович, где вы были? Кто из них наказан? Кто из них беспощадный и избит твоими разящими лоу-киками? За это же нужно отвечать. Как вы считаете? И стоило вот так долго дразнить русского медведя? Ну, теперь не обессудьте. За все надо платить. Возможно, и нам когда-то придется заплатить. Но сейчас платите вы. Это закон мироздания. Вот, в 2014 году свергли Януковича. Незаконно. Ну, я же с вами не по закону разговариваю. Не собираюсь разговаривать. Это было глупо. Потому что, насколько я помню, выборы должны были состояться там то ли через 9 месяцев, то ли через год и 2 месяца. То есть, можно было спокойно подождать и мирно его переизбрать. Ну, вы его пинули. Он обоссался и сдриснул. Вам считается. Ну, как вы считаете, кто его сверг? Его же свергла западная Украина. Его же свергла киевская интеллигенция, студенчество. А вы спросили мнение Юго-Востока. Если вы собирались с ними жить в одной стране, надо было поинтересоваться их мнением? Нет. Хорошо признали, объявили выборы. Юго-Восток выставил своего кандидата, Олега Царева. Вы помните, что с ним сделали? Вы помните, как отвратная свора, человек 200-300, его поджидала, как правильно сказать, у киевского Останкина? Как избили его, как с мужественного сильного человека сняли штаны. Вы считаете, это нормально, это либерально, демократично? Так что же удивляться? Федорович кричит. Вы все время там 8 месяцев туда-сюда, ой, 8 лет бомбежки Донецка, Донбасса нам поминаете. Но вы же туда ввели войска. Как нам было там по-другому себя вести? А как? А как, если вы не признали их мнение? Вы берете себе в голову, что есть огромная часть жителей Украины, которые не хотят обменять свою ментальность, не хотят менять свою память, не хотят менять название своих улиц и площадей. Почему это не учитывалось? Я вам так по-уличному скажу. В нашем коллективе была такая ситуация, система звеневая. И где-то в середине 2000-х одно из звеньев, умники, решили отделиться, решили уйти. Разговор, как сейчас помню, состоялся на летнем кафе возле Невы. И они говорят, Миш, не обессудь, мы уходим. Все, что ты, все точки, которые мы от тебя получили, мы возвращаем. От доли в Неве мы отказываемся. Ну, а то, что мы сами прибили, то наше. И косарь в месяц в твой адрес. Может быть, стоило так сделать Украине? Ну, там, с поляками, со Львовом, с Буковиной, с Черновцами, с Румынами, с Ужгородом, с Венгрией. От Словакии там что-то вы отрезали. Это вы сами разбирайтесь. А то, что вы получили от России, может быть, стоило либо вернуть, либо как минимум провести референдумы в каждом из городов. Прежде чем делать Бандеру и Шухевича национальными героями, может быть, стоило спросить у жителей тех городов, как они хотят жить. Вы мне скажете, а Калининград? Тогда и вы верните Калининград. Извините, ребята. Калининград мы взяли силой оружия. А вы-то что взяли? Все, что у вас есть, вся ваша земля подарена вам. В результате Великой Отечественной войны, в результате побед Красной Армии и моего отца в том числе. И моего дяди в том числе. И двух моих дядьев, да, у меня все трое воевали. И отец, и два его брата. Ну вот таким как-то образом. А, и еще сразу же предвижу еще один упрек. Что, а что же вы у себя? Может быть, с вами тоже кто-то не захочет жить? Ну, во-первых, 282. Я так скажу. Мое мнение, что ни одна страна не вправе заставлять какой-либо из народов его населяющих насильно жить в составе этой страны. Продолжим на коттедже, потому что там у меня книги и некоторые материалы. Благодарю вас, кто не разъярился, не обматерился и дослушал до этого момента. Однозначно, что-то идет не так. Пятьсот погибших вот на сутки ранее. Сегодня ночью прочитал генерала какого-то убили. У Мариэль в инстаграме что творится? Она познакомилась с девочками, тренершами, украинками, которые в Турции вот работали там, это там, йога, аэробика, вся эта фигня. Что характерно, я специально у них спросил. Они говорят, какие украинки? Ну, турки все считают нас русскими. Турки никаких украинцев не воспринимают. Мы для них все русские. Вот. И сейчас они, особенно одна из них, ну, просто, ну, просто реальная агрессия. Просто идет крайняя степень неприятия того, что происходит. И я ее понимаю. Но точно так же там Мариэль не вмешивается. Но в то же время там другая девочка с Донбасса сказка. Как дала братку? Ну, вот, я знаю, в комментарии смеются над этим, что там 8 лет. Но извините, мне вот ночью написал какой-то парень, ну, достаточно спокойно, достаточно вежливо, что, типа, заезженная пластинка, там, Одесса, 8 лет, дружище. Но если это заезжено, это не значит, что этого не было. Это было. И еще раз говорю, за это должен кто-то ответить. Я абсолютно ничего не имею. Вот мне, допустим, да, у меня нет никакой ненависти. Ни к Зеленскому, ни к Кличко, ни к Тимошенко. Ну, люди как люди. Только их очень испортил квартирный вопрос. Вот Газина такая, Гончаренко бы выловить, вот это животина. А так, все зеркально. У вас Гордон, у нас Соловьев, все как бы, все одинаково. Вспоминаю свой спор с Дмитрием Демушкиным. Он мне говорит, украинцев нет. Я говорю, нет. Он говорит, так тогда по факту русские воюют с русскими. Это было 14-15 год. И, в общем, тогда-то я потом там нашел ответы там. Это вырусь, да никто там не воюет, это упоротые, эти сведомые. Ну, а сейчас кто Харьков обороняет? Сколько там этих нацистов, шовинистов, стилистов не может не может чтобы там одна-две тысячи удерживала целый город. Значит, воюют русские люди? Кстати, обращаюсь к нашим пропагандистам, прекратите позорить имя националистов. националисты это люди, которые любят свою нацию. А те, кто ненавидят и презирают другие, это нацисты. Это большая разница. А то сейчас все воюют с мигрантами, все там переполнены священным гневом по поводу их преступлений и так далее. И вы как-то забываете, что 10 лет назад за это было, за то же самое было посажено там десятки людей, ошельмованные, объявлены фашистами. Так извинитесь перед ними, кто был прав? Кто был прав? Может быть, стоит тогда Николу Королеву освободить? Он же первый начал войну с мигрантами. Так, если до крайности доводить. И вы понимаете, второй момент. Говорят за 8 лет только вот сейчас в бензоколонке. Мне женщина говорит, их там за 8 лет запугали, их оболванили, это все пятое-десятое. Ребята, патриоты вы мои, российские. Дело не только в этом. Вы понимаете, мы же смотрим, как здоровенный мусор со всей дури бьет живот женщину в Питере. Вы думаете, там этого не видели? Я, чтобы, что греха таить? Как говорится, я не 300 спартанцев, которые спрашивали там, нисколько и где, и не Александр Матросов, чтобы бросаться за амбразуру. Я беспокоюсь за канал и так далее. Поэтому я так только перечислю самые безобидные темы. жуткая бюрократия, мы сейчас с Мариэль намыкались, она как-нибудь расскажет попозже. Коррупция. Маленькая, но гордая республика, которая вся там устлана фонтанами, мраморами, там и так далее, и так далее. Да столько всего, вы понимаете? Бедность нашего населения, демография, вот те же мигранты, сейчас вдруг все с ними места бросились бороться, опомнились. Там-то в так называемых русских городах все это видят, и может быть после 14-го года у них просто пропало желание присоединяться к такому русскому миру. Потому что, конечно, ребята, шансов без обиды. Дорогие наши братья, у вас никаких нет. Вы понимаете, что русская армия самая сильная в мире. Да, там на кнопки нажимать издалека, на это американцы гораздо, но в каком-то конкретном бою не потянут. Не потянут. Вы вспомните Афганистан, там то ли итальянцы, то ли немцы. У них 20-30 трупов, они тут же весь контингент вывезли. Хорваты вам только намек, они тут же сказали, мы отзываем, у них там полтора землекопа, какой-то полковой оркестр в НАТО участвовал, они сразу же мы свои войска забираем. Вы понимаете, никто не потянет, есть одна армия, которая по соотношению с населением может потягаться с российской, это израильская, но во-первых они не будут впрягаться, несмотря на национальность вашего президента, которому повторяю, я абсолютно никакого негатива не испытываю. Во-первых, она не будет впрягаться, во-вторых, она маленькая. Вот. Кстати, господин Гордон, ярый критик Зеленского, я смотрю, Гордона, совершенно верно сказал, что ведет он себя очень достойно. Такой эдакий Сальвадор Альянда из серии «В мире нет борца храбрее, чем напуганный еврей». Но я говорю это без иронии, я просто продолжаю по инерции шутить, а на сердце камень. Еще раз говорю, с русской армией никто не потянет. Вы только вспомните нашу историю, каких только столиц мы не брали. Берлин не один раз, Париж, Варшаву, Прагу, Будапешт, Бухарест, я тут давеча прочитал, даже Пекин оказывается брали, даже Пекин брали. Ничего не выйдет, ни с каким НАТО, гоп со смыком, вспомните, немцы, турки, белофины, в жопу ебаные, румыны, все получат русских пиздюлей, они даже пытаться не будут. Но пока и не пытаются, гибнут славяне, гибнут русские люди, вот у меня книги, Карамзин, Ключевский, где-то не нашел Костомаров, ни там, ни там не упомянуты никакие украинцы, украинцы это географическое понятие, такие же, как москвичи, дальневосточники, сибиряки и так далее. Как это пошло разделение? Когда Батый в дребезге расхерачил Старую Русь, так сказать, в том числе Киев, малая часть славян ушла в Европу, в западную, в западную, восточную, а большая часть скрылась в непроходимых лесах среднерусской возвышенности. И так произошли малоросы и великоросы не потому, что мы великие, а потому, что большая часть ушла вот в эти леса, а меньшая часть ушла в Европу. И это дает право, дает, как говорится, базу сведомам кричать, что мы настоящая Русь, а вы Мокша, вы там это самое. Да, мы там вот это русские ушедшие в леса ассимилировали там вепсов, мураму, в общем, там бесчисленное количество таких мирных немногочисленных лесных племен. И действительно, вот на тот момент можно было говорить о том, что там, да, вот эти вот русские ушедшие в Европу, что они там не были под Игом, не были под Батыем, в них, возможно, там нет какой-то там монгольской крови и так далее. Ребята, но после этого прошло, там, я не знаю, там, не буду сейчас вдаваться в подсчеты, там, 700 лет, вы только подумайте, какие миграционные потоки, там, гражданская война, ГУЛАГ, отечественная война, я жил на Урале, весь город Новотроицк, все на О, Доценко, там у меня первая жена была и так далее, с Украины приехали поднимать, строить вот этот Орско-Халиловский металлургический комбинат, вы думаете, что они там только между собой женились? Ну, конечно, нет, и на Казахах, которых там было полно, женились, замуж, выходили, естественно, с русскими, потому что в голову никому не приходило там смотреть, кто русский, кто украинец, три единый народ, три единый народ, ребята, я возвращаюсь вот к теме, я возвращаюсь к теме, отдайте свое, вот у меня здесь эта книга, позволю себе, господа мои, братья, малоросы, зачитать вам, Харьков основан в 1630 году царем Алексеем Михайловичем, Сумы основан в 1655 году царем Алексеем Михайловичем, Екатеринослав, сегодня Днепропетровск, основан в 1776 году императрицей Екатериной, Луганск основан в 1795 году императрицей Екатериной, Херсон основан в 1778 году императрицей Екатерины, строительство осуществил князь Потемкин Таврический, Донецк основан, Юзовка ранее, основан в 1869 году императором Александром II. Покажи книгу. Так, да, вот я. Вот. Ребята, это русские города, прекратите. Дорогие мои, еще раз уважаемые, Александр Усик, Вася Ломаченко, замечательный футболист, Ракицкий там, вратарь Гадзюр. Прекратите быть Иванами непомнящего родства, перестаньте быть Манкуртами, перестаньте быть Вырустью, опомнитесь. Хочет какая-то часть, как я понимаю, это в первую очередь уроженцы Львова, Волыни, а вы думаете, поляки забыли Волынскую резню? Погодите. А хотят они называть себя украинцами? Жителями окраина, империи. Пусть называют. Вы-то куда? Опомнитесь. Давайте пожмем друг другу руки. Мы херово живем. Мы херово живем. Но разве это повод отказываться от своей истории, отказываться от своего имени? Разве не хотите вы быть вот частью этой великой страны? Разве вы забыли, что на наших условиях строился мир, покуда вы русскими звались? Если Михаил Петрович что-то не говорит, не значит, что он этого не делает. Вот показываю вам грамоту. Он, конечно, не хотел этим хвастаться, но раз пошли такие комментарии, вот специально Михаил Петрович фамилию заклеила, чтобы больно любопытные потом не писали. А то мы вернулись из Таиланда, первая у меня реакция была, это как в старом анекдоте, в старом анекдоте, когда мужик с чемоданами летит в метро и его чемоданы тормозят, он раз к голову, и у него чемоданы и тело наружи, а вот так вот голова одна в вагоне и на него люди смотрят в изумлении, а у него одна голова и говорит пиздец, отъездился. Вот и у меня сейчас так же. Будем осваивать российские курорты Геленджик, Светлогорск, Крым. Глядишь, и по лонжерону прогуляюсь. Теперь ваши надежды еще. Я думаю, никто из вас не ждет НАТО, они гораздо, говорю, только на кнопки нажимать. Санкции. Огромные очереди в банке. Вот у меня третья книга должна выйти. Звонил издатель, им там уже какие-то чернила перестали поступать, еще что-то такое. Но вот тоже санкции. Вы понимаете, когда яхту конфискуют там усеченное, условно говоря, этого, как его этого, блин, Алишера Усманова, это одно дело. Но начинается война с паралимпийцами инвалидами, каких-то там до выставки, до выставок кошек кого-то не допускает. Вы понимаете, Сталин-то уж какой, блин, был кровавый дядька, и то говорил, сын за отца не отвечает. А что творят вот эти европейские товарищи, вы понимаете, вот по неволе даже у тех, кто понимает, что в реале происходит, у них копится злоба. Копится злоба к этим карликам. Какая-то там Эстония еще что-то квакает. Мы вам напомним и про Юрьев, и про Нарву. Придет время, доквакаетесь. Ну, я человек оптимистичный. Вот какие-то вещи, даже я, не будучи экономистом, знал. Это, конечно, газ, нефть и огромная территория России, одна шестая часть суши, которую теперь приходится облетать. А чего-чего, а денежки они считать умеют, вы это знаете, не хуже меня. Ну, я позвонил знающему человеку, он мне назвал еще три пункта. Титан 40% их автопрома. Палладий 30% их авиапрома. Может быть, я путаю наоборот. И он мне сказал такую интересную вещь, что Россия, как и Китай, входит вот это агентство, или как там правильно сказать, по соблюдению авторских прав, более того, соблюдает их. Так вот, самое такое девственное, действенное, действенное действие, простите за тавтологию, выйти из этого соглашения. И Китай на нашей территории размещает линии по производству всех этих айпатов, планшетов, айфонов. И так далее. И вообще, как говорится, не жили хорошо и нехер начинать. Остается положиться на русское авось. Боги не выдадут, свиньи не съедят, но я искренне хочу, чтобы война быстрее закончилась. Что бы вы мне не говорили, какие бы гадости вы мне сейчас не начали писать в комментариях. Ребята, то, что сейчас происходит, русские убивают русских. Они без имен, они уйдут, а мы останемся, и наши дети, и наши внуки останутся. Вы понимаете, мы сколько там, 300 лет прожили под татаром монгольским игом, а сейчас у каждого русского человека есть там среди лучших друзей татарин, есть среди девушек татарка, и живем не тужим. Просто не допустить, чтобы этот раскол между нами был такой глубокий. Допущу такую ошибку, давайте уже остановляться. Извините, я знаю, что многим, ни нашим патриотам, ни тем более сведомым, не понравится то, что я сказал. Но вы просили, я высказался, не обессудьте. Всего доброго. тем более как нас высказали. Продолжение следует...